Девушки отдыхают Движение на запад Эта дорога, этот участок Несколько серий Как и предыдущее Движение по Федеральной трассе М5 Урал Это перевал через Уральские горы Нот установился, чтобы Нот набрать воды Но Тут все под замком Непонятно Почему источник И вот кто-то там Вешает замки И так далее Очень неприятно Мне очень не понравилось Вот Ну Трасса М5 Она широко известна Водителям Как дальнобойщикам Так и автопутешественникам Автотуристам Это один из Наиболее опасных Участков Из всех Федеральных трасс Ну Это наверное Было Ее называли Раньше Дорогой смерти Но это На мой взгляд Уже в прошлом В истории Потому что Видно Какое состояние Дорожного полотна Инфраструктура И так далее Кстати Вот Пользоваться Инфраструктурой Тут останавливаться Например На ночевку На привал Вот Имейте ввиду Что стоимость Очень высокая Такая же Как и Под Хабаровском Когда я останавливался На ночевку Тут такие же цены Может Будет Тенденция К снижению Но маловероятно Очень много Вдоль трассы Вот этих Развалов Палаток Магазинчиков Там можно купить Все что угодно Все что угодно Начиная Там Ну не знаю От гвоздей И заканчивая Ну там Телевизорами И так далее Вот цены Вполне приемлемые Потому что Поставки Из Китая Вот Очень много Сувенирной Продукции Ну как мне Потом Сказали Что Вот эти вот Сувенирная Продукция Из Малахита И других Самоцветов Уральских Они Вроде бы Делают Все это В Китае Потом Завозят В Россию И продают Как Продукцию Вот Этого Региона Много Оружия Но имеется Ввиду Ножи Там Кинжалы Сабли И так далее Это Производство Местного Производства Производство Златоуст Хорошие Тоже вещи Можно купить Так Почему Ее Назвали Дорогой Смерти Ну Прошлые Годы Дальние Годы На самом деле Она была Разбита В пух и трах В хлам Но Ее Вот уже Несколько Лет Там Назад Как довели До ума Вот И Она уже Это название Потеряла И Слава Богу Много Раз Наблюдал Тут Последствия Тяжелейших Аварий От которых Мороз По коже Въехал я На Восток Видел Ну Обрыв Такой Небольшой И там Вверх Ногами Перевернут Минивэн В общем Минивэн Столкнулся С Фурой Ну Массы Разные Фурота Только Там Капот Немножко Помят И все А От Минивэна Практически Ничего Не осталось Много Людей Было На Обочной Востанавливаться Я не стал Кстати На Видео Особо Кому Кому Это Интересно Можно Найти Этот Участок Где Я Проезжаю И Вот Это Последствия Аварии Видны На Кадрах Ну Авария Да Печайно Все На Другой День Только Узнал Подробности Оказывается Ну Был Там Очевидец Свидетель Минивэн Пошел На Обгон Вроде бы И Не увидел Что Навстречу Идет Фура Лобовое Столкновение Фура То Ничего Не А Вот Минивэн Ну Не Это Главное Страшно То Что В автомобиле Было Пять Человек Муж Жена И Трое Детей Последствия Ужасные Просто Из Всех Пятерых Только Он Остался Живым Вот Он Получил Ранения Какие То Какую То Травму А Вся Семья И Жена И Дети Все Погибли Даже Трудно Говорить Что Переживает Этот Водитель Я Не Знаю Сможет Ль Он Жить Дальше Ну Это Ужасно Короче Много Очень Много Аварий Здесь Было Ну Вы Сами Посмотрите Какая Интенсивность Движения Интенсивность Движения Очень Высокая Тарапыги Там Не знаю Вот Обгоняют Обгоняют Для чего Для того Чтобы Обогнать И через Там 2-3 Километра 4 Километра Чтобы Опять Попасть Вот Хвост Тихохода То есть Двигаясь По Перевалу Через Уральские Горы Нужно Быть Предельно Предельно Внимательным Осторожным Не Спешить Не Рваться Никуда Вот Участок Это Относительно Небольшой Я же По-моему Говорил Километром 200 Но Нужно Быть Предельно Внимательным Я бы не Рекомендовал Проходить Перевал В темное Время Остановиться Перед Перевалом Где-нибудь На ночевку Отдохнуть И утром Нечуть Свет Выдвигаться А уже Когда Будет Более-менее Интенсивное Движение Уже Тогда Выходить На трассу Потому что Если Выехать Рано Выйти На трассу Рано То есть Большая Вероятность Того Что На свечи Может Попасть Автомобиль Водитель Которого Всю ночь Ехал За рулем В надежде Ну вот Как можно Больше Проехать Наверное 4-5 Часто Утро Это Самое Время Для Сна И В таком Состоянии Пограничном Человек Может И уснуть За рулем Задремать В общем Выдвигаться На перевал Нужно Уже Когда Пошло Интенсивное Движение Уже Светло На мой взгляд Это Самое Безопасное Время Для Движения Кстати Вот Насчет Того Что Очень опасно Очень рано Выдвигаться Это то Что Тоже Была Авария Даже Об этом Писали В газетах По телевизору Показывали Команда Спортсменов На Микроавтобусе Я не знаю Сейчас Или в Уфу В Уфу Они ехали Или в Челябинск Но это Не имеет значения И тоже Лобовое Столкновение Потому что Авария Произошла В 4 Или в 5 Часов Утра Чуть Свет Значит Вывод Какой Водитель Стартовал Днем Вот Всю ночь Ехал Наверное В надежде Как можно Быстрее Приехать И вот Результат Вся команда Детей Спортсменов Все погибли Вот Тоже Не Домерал Почему Детей Отправили На Автомобили Через По Трассе Ведь Есть же Железнодорожное Сообщение Вот Это И безопасно И Комфортно Для Детей Не знаю Чем Руководствовался Тренер Организатор По силу Этого Много Много Могу Рассказывать О Происшествиях На Этой Трассе Многократно Проезжал Последние Годы Правда Стал Избегать Я Двигаться По Трассе М5 Через Урал Особенно В зимнее Время Я Предпочитал Ехать Через По Северному Варианту Как я Говорил Это Через Ярославль Киров И Вот На Оренбург И Не на Оренбург На Тюмень Или На Екатеринбург Вот Объезжать Уральские Горы Места Потрясающе Красивые Но Об этом Даже Говорить Не Стоит В Следующих Сериях Будет Наверное Следующая Или Через Серию Будет Установка Установлюсь На Трассе И Сниму На Камеру Поселок Сим Он На 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 Влажнении Внизу Вид Конечно Потрясающий Но Это Все Вы Видите На Кадрах Так Ну А Сейчас На Звучит 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 Почти 7 утра В Москве Студии Игорь Ломакин Здравствуйте Районы Курской Области Где Будет Приведа Мене 55% Населения Не Получат Дотации На Устройство И Реконструкцию Дорог Приказим Глава Старовой Власти Объяснили Что Роман Старовой Приведич Цен На газ Европе Упали Вдвое Зашли В моменте Даже Вынужден Тысячи Долларов В этом Фоне Газпром На собственной Бирже В Петербурге Приостановил Продаж Угаза О ситуации На рынке Также В ближайшем Время Чисто Келезбера Выросла В 1,7 Раз На 67 процентов В сравнении С тем же В периодах Прошлого Год За 9 Месяцев Это официальная Отчет За счет Чего Сфер продолжает Зарабатывать И на что Тратит Губернатор Курского Области На заседании Регионального Оперштаба Пригнастил Райдам С низкими Показателями Вакцинации От ковида Сокращение Финансирования На Монстровой В частности Заявил Что Там Где Будет Привито Менее 55 Процентов Населения Местной Власти И получат Дотации На Водоустройство Территорий И реконструкцию Дорог С исключением Наш Проект О том Чем Могут Овернуться Такие Утиматумы Иван Медведев Одни Работают Другим Плевать Что Поднос На Ушар Стоит Врачи Впочери А некоторые Хоронят Своих Близких Из-за Того Что Вы Не Хотите Включаться В Работу Заявил Роман Старовой Обращаясь Очевидно Чиновникам Из 13 Районов Которых Привито Менее 55% Населения И Пригрозил Что Частично Лишит Финансирование Высказывание Это Конечно Высшая Эмоциональная И воспринимательная И не так Говорит Политолог И житель Курска Владимир Слатин Роман Старовой В этом году Была Оформляющая История Оформляющая Славляющая Федеральная И Когда Привито Когда Творные Слышны Слышны Н est Арбит Как Постега Смерть Курска Разрожа Арбит История Смерть В Как Некат Бывает Областная Немного Смерть Смерть В У Смерть Смерть Я думаю Что Юрий Смерть Скоррек в Обще Смерть Област В К Первый Зам Губернатора В В области Алексей Смирнов уже смягчил насыщение. Губернатор, по его словам, говорил, что расштрафившиеся районы не смогут претендовать на средства сверхтаможного лимита. А о лишении их субменций на многоустройство и дороге речи не идет. Но сам подход несколько играет, зато не удивляет ничего. Официально вакцинация у нас дело добровольное, но от региональных властей требуют высоких показателей. А они по цепочке прибудут этого от своих подчиненных. Как хочешь, а 55% дают, но народ, о котором так доносится в власти, фигурный, не понимает о заключенном здоровье. Говорит выступающая за массу вакцинацию, давно прелитая пенсионерка из Курского района в Курской области, товара. У нас одна треть населения в Курской области это пенсионеры, которые не меряются, что не докладывают пенсионеры, чтобы не выходят в Курский на своем участке. Многие в деревнях считают, что они по отдельной делу, что они на свежем воздухе, они не пойдут вакцинироваться. Вы поймите, что это инкопедирство из Курской области. А ситуация с ковидом в регионе действительно напряженная. С сентября суточный прирост заболевших не опускается ниже отметки 200 человек. И напротив, постоянно, и влитерно растет. А то, что эти 0,200 диагнозов в сутки не доходили. Он из этого многих не пугает. Говорит зрительница Курской области, Ольга. В соседней с Курской, Белгородской области доля облацинированных уже перестанет. Говорила за отметку 49%. Это регион-лидер по этому показателю в России. Там за прибивки дают выходные, дологи на бесплатный проезд. И, как пишут СМИ, примирнут медиков, активно прививающих население. В мире наиболее распространенная практика сводится в видимость тех или иных ограничений для непрививки. Различные варианты ковид-паспортов. Ну или ходи куда хочешь, но с постоянно обновляемым ПЦР-тестом. Разумеется, за свой счет. В Курске тоже заговорили о кюрокодах. И при этом от чиновников потребовали быстрого положения показателей. Но логика подсказывает, что если вышестоящее муководство ультиматами добивается цифр, то, скорее всего, именно цифры они и получат. Будут давить многие исправки к кубам, уверен рожденный в Курске стандарт-комик Павел Детищев. Зная курских людей, они не отвечают. Это уже солисты у людей. Они, если все тратки, они обстранируют, но, то есть, если их сейчас решили палками загонять, это потом плохо скажут, которые у нас. Когда мама что-то устремляла сделать, ты на нее пиздинка и думал, что это неправильно. И она себя не постарает делать, хотя мама всегда себя учила правильно. Здесь вот такие более детские родительные отношения. Если вам всем подумать, как в нашу детскую голову, если кто-то не справится, пусть под палки ничего не получится, можно сделать все равно оборот. Ну и вряд ли гуляньи в этом отношении такие уж не так. Это скорее что-то исконно, что-то ближе к области скреп. Иван Гридер, бизнес-обранник. Цены на газ Европы за сутки упали. В моменте они пускались до отметки тысячу долларов за тысячу кубами. Произошло на следующий день. После того, Владимир Путин поддержал идею увеличения предложения газа, чтобы стабилизировать ситуацию с ценой. Он призвал выставлять дополнительные объемы топлива. Не на скотовом рынке Европы, а на собственной бирже в Петербурге, на которой Газпром, кстати, приостановил продажу газа из-за раннего топительного сезона. И как в дорожных ценах на этой площадке о том, как газ упадет в гидрок. Очевидно, речь идет о дополнительных поставках трубопроводного газа. Российские производители СПГ, а это прежде всего Новодек, торгуют как раз на скотовых площадках. И стратегия того же Новодека продать их можно больше газа по низким ценам, чтобы увеличить свой уровень на рынке. Так что, ближайших у компании Леонида Мехельцова, скорее всего, нет. А в Газпрома могут пройтись. Но чисто технически быстро нарастить поставки можно именно по трубам. Есть предположение, как это можно сделать. Продолжает предыдущий аналитик фонда национальной рынке безопасности Игорь Ивишков. По прежнему, это стоит продолжение серного потока 1, газопровод обвал, где загружен на полный мост. И вот можно предположить, что, например, на бидже будут продаваться дополнительные объемы газа пунктом выдачи в районе местном гранасфальте, то есть там, где на берег выходит серный поток 1, а сильный поток 2. В отсутствие, можно продавать газ, обходим газопровод обвал. И таким образом увеличить объем его загрузки. Потому что сейчас 50% обвалу загружает Газпром, ну, а, соответственно, вторые 50% можно загружать продавая на входе газ европейским компаниям. И они уже будут прокачивать по обвалу газ. Это будет их, собственно, а значит не будет нарушаться третий энергопакет, и получится, что этот обвал будет работать практически на полную мощность. Европейцы, конечно, хотели бы, чтобы Газпром нарастил поставки по долгосрочным контрактам. Там цены ниже, чем на спорте. Но инициатива долга касается увеличения предложения на электронной торговой площадке Газпромэкспорта. Цены на этой площадке будут примерно такими же, как и на Хабаха в Европе, говорит старший научный сотрудник финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. В прошлом году продуктивный весь поиск, как все было семья, в текущем году закрыли продажи, но на текущем году продаются на следующем году. Есть поставки, да, на физический порт, в Украиночке, в Украиночке, в Украиночке, в Северном, в первую очередь, в советский поход. Газпром, конечно, может быть, предложение, на гражданах, но и когда она будет, в том, что на рекламе, в том, что на рекламе площадке Газпрома не может быть, она, и да, в разные отличные, вот те цены, которые есть на обещающих работе. Глава Международного энергетического агентства призвала вас поупомочь смыщить топливные кризисы в Европе и доказать, что она является надежным поставщиком. По оценке МЭО, Россия может увеличить поставки примерно на 100 миллионов кубометров газа в день. Газпром, в свою очередь, сообщил, что концерн и так уже поставляет дополнительный газ по всем маршрутам, включая Украину. И с начала года на зарубежные рынки были поставлены объемы близкие к рекордным. Например, в Германию они увеличились на треть по сравнению с прошлым годом, сказала гендиректор Газпрома экспорта Елена Бурмистрова. Сроки начала поставок по краткосрочным контрактам на площадке Газпрома пока неизвестны, но само заявление Путина о том, что Россия может предоставить дополнительный объем охладилось в эксклюзивные газовые рынки Европы. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, призыв СССР. Председатель управления немецкой энергокомпании Uniper, вауст, Титр Маубах назвал слова Владимира Путина вакцины от Росненцена. Он подчеркнул, что Германия нуждается в российском газе. Это позволит там быть с пивками в процессе энергоперекупа заявок на Uniper. Эта компания является одним из партнеров «Газпрома» по северному патру. Верно наращивает чистую прибыль за 9 месяцев она выросла в 1,7 раз, на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила почти 937 миллиардов рублей. В сентябре крупнейший банк страны заработал более 100 миллиардов следует из материалов с мера. О том, за счет чего банку удалось улучшить свои финансовые результаты, говорит начальник аналитического управления банка корпоративного финансирования Максима Асадьевича. Источник прибыли совершенно определенный неэкосистем. Экосистема это пока убыточная часть бизнеса, а вот убыточная запомню, что убыточная экосистема за первым вводе составила где-то 70 миллиардов. И инвестиции в экосистем активно продолжаются, но в том числе в этом планке сообщило о том, что совместное предприятие в ДНР и в Майдору еще 12 миллиардов рублей на развитие с обеспеченной высокоправной поляции 4,6 миллиардов. А экосистема сверху использует экосистема обладает 16 результат цвета. А что позволило обозначить? это тоже абсолютно очевидно чистый фото доход чистых использований то есть долг и это отрирует решение облицов экономики связанной с бизнесом и это отражается в частности в том, что расходы по самому резерву редко если за 9 месяцев в квартатого года перескут постоянных конструкляров то за 9 месяцев этого 7,90 по всем. более чем 5-кратное сокращение расходов после резервы и редко кратно основной источник вышного роста чистой воды. Можно ожидать что сверху чистая билля может дозреть национальную аминогизацию и результаты. Спасибо. Асачий Банк обратил операцию общую капитал сверху в сентября область на 87 миллиардов рублей превысив 5-3 львов в среду ручная капитализация банка превысила 112 миллиардов долларов и благодаря этому сбер оборудов американские HSBC и стал крупнейшим по капитализации банком его. «Старом» «Видима» 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 «Ей понравился наш аутбэнк» «И она хочет поехать». Обновленный «Миссуиш» «Аутбэнк» «Это удобный семейный кроссовер совместительный под подрежным камерами кругового обзора и готовый к любым побородам системы топлива привода САИДАУ «ВСЕР» «Пусти его помогут кредитные продукты ООМС «ВСЕР» «Миссуиш САИДАУ» «ВСЕР» 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 «Санаторий Янгангау» «Уникальные природные богатства для вашего здоровья и долголития» «Геотримальные пары» «Источник умера», «Компортабельные условия» «Экологически чистая продукция собственного производства» «Также вас ждут специальные программы для укрепления иммунитета и реабилитации переваривших газовирусной инфекцией» «Подробности на сайте и по телефону 8-800-707-50-14» «Возможных противопоказаний только технических специалистов» «Телефон коммерческой службы» «Бизнес и право Челябинцев» «263-11-12» «Срочные переводы» «За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот» «Попшвардеза Адзита» «В дословом переводе с голландского языка он сидит на черных семенах, что означает крайнюю бедность» «Семена большинства злаков чернеют, когда портятся и становятся непригодны для посадки» «Из них уже ничего не вырастет» «В России в похожих случаях сказали бы сидит на хлебе и воде и положил зубы на полку» «Срочные переводы» «На Бизнес.ФМ» «Отчерканное поколение зумеров перерывы между парами» «Все мои одногруппники, и особенно одногруппники мужского пола не инвестируют, постоянно об этом общаются, это возможность и очень пассивный доход в наше время практически все зональные люди к этому с 13 и вряд ли кто-то хочет работать с 9 до 9, постоянно больше всего до пенсии» «Ну, я туда положил на 300-400, но очень большой плюс получился, и я по сердцу не облагаюсь» «А я подписан на несколько телеграм-каналов, но инвестиции самые иногда определяют интересные аналитические публикации» «Как это делают студенты? И кто такие инфлюенсеры?» «В специальном проекте здесь были деньги в субботу, после 11 и после 17, в воскресенье, после полудня и после 6 вечера только на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ» «Челябинск». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ. Челябинск». Новости. Коротко. В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Долгостроена улица Труда. В Челябинске выкупил московский инвестор Вадим Рашевский. Речь идет о здании на пересечении улиц Труда и третьего интернационала рядом с согласным суббом. На этом месте хотели открыть развлекательный комплекс с ресторанами и ночным клубом, но собственники менялись, а не только доказывалось запрошенные. Слова Рашевского недостроя уже начали демонтировать, но вместе появится другой объект. Какой предприниматель пока не называет, он ответил, что он будет вести переговоры в администрации. В Золотовости в районе Морзакода отвалилась крыша от детка аварийного дома в Балкинске прямо на кухне квартиры, в которой проживала пенсионерка. Женщина не пострадала, дочь эвакуировала из квартиры и сейчас своими силами пытаются рекомендировать в процессе аварии. Гражданки патруль готовят обращение к прокуратуре с проспектом провести горяху. Театр Оперы и балеты Челябинск-Карканов изделялся голоконцерт в честь 65-летнего юбилея. Театр посетили губернатор членовского архитекта вместе с Турковой. На сцену вышли ведущие советы оперы, балеты, хоро и санхармирские оркеты. Несколько артистов получили награду и благодарственные письма. Глава региона поставил всех с юбилеем, он отметил, что история театра связана с циклами и региона и выразил уверенность что в культурном учреждении прекрасная площадка. В самым продуктивным временем года для работы южного райса назвали письмо и лето, а самым эффективным днем в понедельник. Для двух третий от прошлых порталов Суперджок время года для работы не имеет значения. Среди тех, кто лучше работает, зимой больше из пациентов в возрасте от 35 до 44 лет и доходом выше 80 тысяч рублей в месяц. Чаще весна обосновляет женщина на лето пущу. О погоде в Магнитогорске сегодня плюс 14, тепло толсты 10, плавных термоги плюс 12, в Челябинске 13 градусов выше 0. Новости на бизнес. По высотам держитесь курсом. в Кам' 9, сушенки 2, отборных термоги, в Кам' 10, в Кам' 10, в Кам' построят на территории областной больницы и улицы Курнак, Лилия Дагестов, прокомментировал решение суда об отмене постановления за настройство в Санкт-Петербургской области. Миндуртранс озвучил улицы Челябинск, где правило трампунку по выделению 30 км трамвайных путей. Также планируется установить на некоторых прикрестках дополнительные или пополовоку сделки, чтобы автомобили не доставали на трамвайные пути и не блокировали в объеме общественных трамвайных путей. На площадке южно-развитого промышленная палата обстановки, чтобы общаться с предпринимателями, которые работали экспорт или уже успешно представлять свои продукты. Эти и другие темы далее. Сейчас новости, кому звоните. Компании и корпорации. Микрофоны Ивановкина, здравствуйте. Аукционы и тендеры. Комитет Дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил опцию на оснащение 12-й перепьез комфорта инструктивными цифровыми текстами транспортных устройствах помогут оптимизировать дорожные движения с автором на регулирование для обеспечения приоритетного проезда трамваев. Новая технология позволит увеличить скорость этого вида транспорта на 25%. Начальность на контракт составляет 50 миллионов рублей. Заявки принимают до 12 октября. Аукцион проведут 13 числа. Челябинска объектива ставили на дороге недвижимостью поломонтажник. Всего 4 лобусы общей начальной ценой 71 миллион рублей. Дороги назначены на 15 декабря. Первый лоб по что нежилое здание в 829 квадратных метрах в Новом Таркосе на улице 9-го мая. Второй цех поездку в шлак-блоках гараж административный оборудок в сусы право аренды земли в перегонке Саратовске. Третье административное здание в случае 2500 квадратных метров и четвертый блок отремонт в Новом Таркосе. Отсчеты и планы. Уралэнергоспейцы начнут объявлять пенни за посрочку платежей по электроэнергии. Штрафы за несвоевременно оплату счетов за свет. Жителям Челябинска власти не объявляли более двух лет с момента перехода статуса гарантирующего поставщика в КОО уралэнергоспейцы. Компания сообщает, что возобновит практику начисления пенни в ближайший месяц. В настоящий момент ведутся подготовительные технические работы для автоматического расчета. Штрафы будут предъявлены за все периоды начиная с 1 июля 2019 года. Клиентам, у которых нет долгов на 14 октября 2021 пенни за просрочку платежей в предыдущих периодах начислять не будет. Новости компании корпорации каждые полчаса. Держитесь в курсе. Детский хирургический корпус построят на территории областной больницы. С заявлением выступила Леногер. Первый лиц. Губернатор прокомментировал решение суда об оцене постановления законодательного собрания в области. Согласно Фемидии, изъять участников коренцоградского города в строительстве детского хирургического корпуса не удастся. Это учреждение построится на территории областной больницы. Продолжает Леногер. Леногер. Детский хирургический корпус будет построен. Это задача 21-24 года. Он будет построен в май дубль земельного участка. То есть работа по его выживанию и получению казахского номера делится уже достаточно давно. Сейчас уже вся эта процедура на выходе и соответственно мы хотим привязать проект к этому мировому участку. Этот участок находится на территории областной больницы и именно там развитый процесс детского хирургического корпуса. А что касается дальнейших судебных процессов, то мы все-таки спордаем, что это умение остается подразделение милиции, и они отличаются к кодекспору отбора. Там нужно разместиться реабилитационный центр для детей. Это основная программа, которая должна сделать в России. Значим все, что это положено будет максимально и приятно для реабилитации детей. Это все области везде в Великобритании в центре и на территории 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 Дема по строительству детского хирургического корпуса на территории Чулейского города не утекает с 2014 годов. Региональные инфраструкции 5 гектаров леса подборщение учреждения. При этом городскому городу стали компенсировать потери этой территории 50 гектарами в районе улучши Моносе. Но экоактивисты и экологи представили решение и обратились к субботу. Великобритания с членом скопались с работой с 50-ти килограмм на территории путей. Обосновление путей позволит повысить скорость, которая сейчас составляет всего 17-11 кг в час, а в час опускается до 8, а также регулярность движения трамвая. Комиентирует министр дорожного хозяйства транспорта Александр ремонт ремонт трамвая 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 и трамвая с готовы. Новый трамвай начнется ходить, но в дальнейшем рейху на трамвая Продолжение следует... 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 2G, а там используются 100 часов. И от КП-9 начали делать нулевых. Больше переписываются. Возможно по телефону они даже не знают как. Непривычно звучит голос. Даже если хорошо знакомый человек по телефону. Да, вполне возможно. Телефон на 519 у нас всегда у нас какие-то небольшие изменения в голос. Но в том, что люди, когда по голосу в большей степени они ориентируются не на собственную точку, а на какие-то признаки, я вам скажу интонации, мавировки. Какая-нибудь причина. Скажите, пожалуйста, а когда обнаруживают такие схемы? Подать прогрессу правоохранительной формы чтобы такое валить? Чтобы выявлять подделанные голоса, я сказал, что было из того, на что именно такая атака была напраска. Если она в большинстве не умышленно стояла подделать голос чей-то, так, чтобы его не распознали люди, которые знали как бы выучить, общались. Особенно родственники. Это достаточно подвоемкая задача. И не то, что можно поставить сейчас на вопрос. И здесь требует огромного количества сказанных данных для анализ, для обучения нейронной сети, которая будет голос симпилировать, сделать весьма это похожим на голос порта оригинала. А еще не говорим про попытки обмана и отхода некомпультированных средств, где анализируется довольно ограниченный набор параметров, действительных действий. До этого закончено очень много коллективствах и да, закончено точность короткого голоса обсуждателей, которые можно отнять, в том числе и полмоничную редкость. за нашему пару вопросов, если говорить, например, в основном в основном походе какие-то отличенные темы. Надо собрать набор набор параметров приносит. Понятно. Получается, что смесь здесь опять разогрелась ситуация, на самом деле еще далеко в таких фантастических предупрежденных воронок. Да, на текущий момент да, но ответственный год, который, конечно, нашел взрослый взрослый технологий вокруг работы языка, генерации техно-фантастические. Мы совершенно неконтилили, слышали про гитмейки, какую сейчас популярность что у них имеют, но я думаю, что это вопрос ближайшие кем-то где-то, науке стоит доставить доставить. Ну что ж, Глеб, спасибо большое, что ранним утром задавайтесь принять участие в нашем эфире ответственного в том числе директор репортамента аудита защищенности гиджи соответствую большое. Ну хорошо, это такое возможно, да, в ближайшем будущем какое появится, что мошенники и хакеры будут поделать голоса на знакомых родственников. Как проверить? Положить трубку и сказать, я тебе перезвоню? Ну да, просто и звонить этому родственнику моего, но это не мало. Назадь ходное слово и рассказать историю с детства. Да, мы после небольшой музыкальной паузы прогулок, говорим про растение и счастье, а сейчас самарская группа. Какой? Фэнс Найфер. Молодец. Молодца КуркаNa's Деревья в инее ! Покрыты инеем ! Температура в минус один ! Продолжение следует... 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 Продолж... Продолж...